30 и 31 мая 403 выпускника в Лобне сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен и один из обязательных предметов, без сдачи которого невозможно получить аттестат и поступить в ВУЗ. Тему продолжит Лариса Панина. У нынешних 11-ти классников из-за пандемии отсутствует опыт сдачи ОГЭ в 9-м классе. Однако ребята уверены, что к экзаменам готовы и сдадут их успешно. По-русскому задание получается 27, 26 тестовых и 27 сочинение. Мы не пробовали ОГЭ писать, но мы писали много пробников по ЕГЭ и в общем мы ходили на пробные экзамены, вроде как все, и все пробовали и знают, что это, и на итоговом сочинении мы были, так что я думаю, ничего нового, все так же будет. Мы же готовились и сейчас готовились, значит, что будет хорошо. Настрой позитивный, надеемся на хорошее, с Богом идем, все будет отлично. Какие еще экзамены будете сдавать? Физику и математику профиль. В МАДИ хочу. Профиль на математика, общество знания, может быть РГГУ. Русский, базовая, история и общество знания. Я сначала в армию, потом уже ФСБ. Пока еще не определилась, но что-то связано с творчеством, с художественным. Русский математику, просто для аттестата. 30 мая в пункте приема экзамена в школе номер 7 русский язык сдавали 100 учащихся из школ номер 1, 4 и 8. Экзамен по русскому языку длится 3 часа 30 минут. Сегодня заявлено у нас 8 аудиторий. Видео наблюдения у нас настроено во всем пункте, особенно сконцентрировано в аудиториях и в штабе. Данные трансляции также отображаются для наблюдателей на портале «Смотри.ег». И каждый аккредитованный наблюдатель может просматривать и делать свои замечания в режиме реального времени. С каждым годом требования ужестощаются, и они ужестощаются по отношению к процедуре проведения экзамена. Поэтому вся нагрузка, конечно, ложится на комиссию, которая проводит этот экзамен. Все каждый год проходят учебу, получают сертификат, и на основе этого допускается к работе на государственном итоговом экзамене. Для выпускников этого года послабление из-за коронавируса на ЕГЭ не предусмотрено. Экзамены сдают все, а не только те, кто собирается поступать в ВУЗ. Напоминанием о ковидных ограничениях остались введенные с прошлого года два дня для приема экзамена по русскому языку. В течение двух дней будут сдавать 403 ученика. Сегодня у нас в четырех пунктах ППЭ два из них на ДАМУ сдают экзамены 206 человек, завтра 197. Среди выпускников есть учащиеся СПВУ и выпускники прошлых лет. Все педагогическое сообщество создает максимальные условия для успешной сдачи и психологической, скажем так, и создания психологического климата. Все очень приветливо, поэтому я думаю, что проблем у нас при сдаче государственного итога аттестации быть не должно. Представитель Министерства образования Московской области, наблюдавшая за ходом экзамена, также отметила, что главная задача участников экзаменационного процесса – соблюдение прав выпускников, создание спокойной, комфортной рабочей обстановки для ребят, чтобы они могли проявить все свои знания, полученные за годы учебы. В этом году минимальным проходным для русского языка являются 24 балла. Результаты станут известны до 19 июня. Продолжение следует...